Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы всех будем прощать. Не сомневаюсь, что у нас это получится. Давайте разберём поглубже все понятия, в том числе и прощения. Почему гордый человек не может прощать? Хороший вопрос. Я раньше на него толком ответить не мог. Сейчас могу. Прощение – это означает то, что я не прав на сто процентов. Вот если я прав на сто процентов, то человек полностью виноват. Можно ли его прощать? Я могу сказать, я тебя прощаю и прочее, прочее. Могу ему, могу техниками воспользоваться, подарить ему что-то, так легче прощать. Кланяться ему, просить у него прощения. Жертвовать. Вообще, когда человек, что такое обида? Это неприятие жертвы принудительное. Если я привык жертвовать, заботиться, то мне легче прощать. Дальше. Могу почувствовать к человеку сострадание и сочувствие. Вот он такой несовершенный. Тогда легче будет прощать. Если я сяду на диету, поголодаю три дня, отрешусь от всего, мне легче будет прощать. Если я пойму, что всем Всевышний управляет, и буду это повторять, и принимать его волю, понимая, что нет плохого и хорошего в высшем плане, и закономерное, мне легче будет прощать. Вот если я считаю, что у меня прошлое плохое, я его любить не буду. Плохое не любят. И тогда у меня будет отрицание прошлого, я начну болеть. Если я считаю, что у меня прошлое очень хорошее, я его буду любить. И начну к нему привязываться. И буду сожалеть о прошлом. И начну болеть. А вот если я пойму, что прошлое не хорошее, не плохое, а закономерное, что понятие «хорошо» и «плохо» просто привязано к моему телу. Вот я еду на машине, это хорошо. Рулем крутнул, но вроде бы тоже хорошо. А машина улетела в кювет. Это плохо, ее надо ремонтировать. Поэтому наше понятие «добра и зла» – «хорошо и плохо» привязано, в первую очередь, к нашему телу. К интересам нашего тела. И поэтому, когда нам нанесли вред, мы думаем, прощать или не прощать. Почему гордый человек не может прощать? Потому что прощение – это есть признание того, что, наверное, и во мне что-то есть, если меня обидели. А если это так, значит, я должен меняться. Значит, если я полностью прав, мне меняться не надо. А вот если я не совсем прав, если во мне что-то спровоцировало, какие-то внешние события, то, наверное, если я не прав, то я должен что-то изменить в себе. А собственные изменения – вещь очень мучительная. Для гордого человека чем выше гордыня, чем меньше ориентации на любовь, тем тяжелее меняться. Это уже превращается в саморазрушение. Поэтому гордому человеку очень тяжело признать свою вину. Он всегда будет оправдываться. Потому что признать свою вину – это значит начать меняться. Это просто неотвратимо. Я признал – значит, я должен меняться. Если я признаю свою вину и не меняюсь – это ложь. Это обман. Это наказание. Вроде бы все понятно. Мы можем еще говорить о многих техниках прощения. И будет даже какой-то результат. Но есть нюансы. Как-то занимать требования. Окей. Опять же. Продолжение следует...